Накал страстей и буря эмоций. На льду Апатит-арены состоялось традиционное открытое первенство Кировского филиала акционерного общества Апатит по шорт-треку. За скоростным противостоянием наблюдала и съемочная группа Народного. Кто оказался быстрее всех, расскажем прямо сейчас. Главное перед стартом хорошенько размяться. В распоряжении участников 20 минут свободного катания. Пока одни вспоминают, как стоять на коньках, другие настраиваются на победу. Я участвовал уже три раза. В прошлые два раза были первые места в своей возрастной группе. У меня было стабильно. Надеюсь, в этом году также в тройку попасть. Годы идут, но порох еще есть вроде как. Большинство участников, впрочем, признается. Это тот самый случай, когда главное участие, а не победа. И желающих проверить свои силы с каждым годом становится все больше. Раньше это было очень малочисленное мероприятие. На данный момент сегодня заявилось порядка 70 человек. Первыми на старт выходят девушки. Им предстоит определить победителей в двух возрастных группах. Я решила мужа поддержать и выставила. Отлично вообще. Еще раз бы пробежала с удовольствием. Каждый старт – это два парных забега. Задача – пробежать два круга как можно быстрее. У мужчин разыгрывается четыре комплекта наград. Те, кто остался вне пьедестала, не расстраиваются. Ничего не получилось. Настроение отличное. Самая зрелищная и эмоциональная часть соревнования – эстафета. На этот раз в ней участвуют девять команд. В каждой четыре участника. Им предстоит пробежать по одному кругу. И здесь уже на первый план выходит не столько скорость, сколько командное взаимодействие. Первое место в результате у сборной апатитской ТЭЦ. В мужском забеге «Пальма» первенства в активе Павла Федорищева из команды Расумчорского рудника. А среди женщин – лучшее время у представительницы «Анов-2» Кристины Родионовой.